1200 детей в одну смену сможет принять новая школа, что строится на Красноглинском шоссе. Сейчас учреждение растет не по дням, а по часам. На объекте работают почти 200 строителей и более 50 единиц техники. У здания полностью забетонирован фундамент, готовы подвальные помещения, идет кирпичная кладка стен, местами уже смонтировано перекрытие первого этажа. Здание школы состоит из шести блоков. Это позволит удобно расположить классы и залы. Одно крыло отдано для младшей школы, другое для среднего звена, еще одно для старшеклассников. Также предусмотрены отдельные блоки для столовой, спортивного и концертного залов. Изначально по проекту школу должны были сдать в декабре 2020 года, но застройщики все работы ведут с опережением графика. Используемые специальные стройматериалы и растворы позволяют продолжать работы и в минусовую температуру. Все это, по расчетам строителей, делает возможным открытие школы уже в сентябре, к началу нового учебного года. Об этом они и рассказали главе Самары Елене Лапушкиной. Все сейчас уже отлажено и работает, но вопросов много. И поэтому, поскольку здесь директор департамента, глава города, мы в рабочем моменте все эти вопросы сейчас обсуждали. Еще одной масштабной стройплощадкой, которую проинспектировала глава города, стал участок заводского шоссе между улиц 22-го портсъезда и Авроры. Елена Лапушкина поручила усилить контроль за работами со стороны департамента градостроительства. Сейчас на объекте продолжается прокладка сетей, ливневка, электросети, водопровод. Рабочие уложили часть дорожного полотна. Из-за того, что здесь ездят большие грузы, проезжую часть делают особенно крепкой. Полностью вскрываем земполотно старое, демонтируем, вывозим на полигоны и устраивается полностью новое полотно, полностью новый конструктив дорожной одежды. Это песчано-подстилающий слой, щебеночное основание и три слоя асфальта. Срок сдачи участка заводского шоссе длиной 3 км – ноябрь 2020 года. В следующем году остается завершить укладку дорожного покрытия, строительство тротуаров и полное благоустройство прилегающей территории. Кроме того, установить остановки для общественного транспорта, дорожные знаки, светофоры и нанести разметку. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.